Переоценить значение дома в жизни каждого человека сложно. Дом – это место, где тебя всегда ждут. Именно такую мысль прививают малышам родители-воспитатели Ольга и Сергей Брух. Полгода назад из детского приюта сразу в дом семейного типа переехали семь малышей, которые обрели здесь счастливую семью. Среди такого количества смышленых ребят скучать не приходится. Шум, гам, суета, в доме постоянно слышен детский смех. К слову, в семье уже успели сформироваться свои традиции и правила. Режим, конечно, есть. И, конечно, есть традиции в плане каком. Мы отмечаем с большой семьей праздники, день рождения у нас, так как много всех, и всех в основном летом день рождения, поэтому мы все время в мероприятиях. Ну, конечно, у детей есть свои обязанности, свой распорядок. Совсем скоро у семьи Брух появятся соседи, такие же дружные и шумные. Стреятельство нового дома семейного типа подходит к концу. В Ленинском районе это четвертый по счету детский дом. В областном центре – девятый. Детей, которые остаются без попечения родителей, увеличивается. Ну, и когда мы говорим, что приоритетная форма – это усыновление, то хотелось бы, чтобы эти детки по программе президента Республики Беларусь у нас уменьшается количество именно интернатных учреждений, а увеличивается количество детских домов, когда дети могут жить в семье, социализироваться, правильно социализироваться с обоими родителями. Двухэтажный коттедж общей площадью 200 квадратных метров плюс приусадебный участок строится для большой семьи. Специалисты строит рест номер 8 начали работу в конце мая и планируют сдать объект в срок – к середине августа. Новый дом рассчитан на 8-10 человек. На его строительство, оформление и внутреннее обустройство выделены средства из городского бюджета. Сейчас проводятся отделочные работы фасада и внутри здания. Будут в этом доме и нововведения. Есть несколько пунктов отличия от иных домов. Первое – это то, что дом оборудован системой «умный дом». Второе – что дом не оборудован газом, то есть все на электричестве. Также для детей есть такое минимальное, но все же отличие – это тактильная плитка. То есть где-то для детей, чтобы было комфортнее, то есть мелочи, но все же. Также по санузлам у нас есть санузер для детей-инвалидов. Также у нас присутствует на объекте подъемник специальный для ребенка-инвалида. То есть и подъем с первого на второй этаж, и подъем по пантусу может осуществляться именно с помощью подъемника. Параллельно со строительством идет подбор родителей-воспитателей и детей. Основные требования к будущим мамам и папам просты. Это граждане Республики Беларусь, старше 25 лет, без медицинских противопоказаний. Кроме того, приветствуется опыт воспитания собственных детей. Подбор деток происходит таким образом, когда мы уже будем знать, кто у нас родители-воспитатели, мы тогда готовим их к адаптации этих детей. Наши детки, которые будут сюда заселяться, это дети со статусом, оставшихся без попечения родителей. Кто-то находится в социально-педагогическом центре и ждет жизнеустройства. Кто-то находится в интернатных учреждениях и ждет именно своей очереди, чтобы попасть в семью, а не в общий такой дом. Быть не просто воспитателями, а любящими мамой и папой, подарить малышам счастливое детство – основная задача будущей большой семьи. Сегодня в Ленинском районе Бреста 86 детей со статусом сирот, которым нужны родители, чтобы в будущем эти дети могли жить счастливо, зная, что у них есть любимая семья. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.